Рэй Брэдбери. Дело вкуса. Я почти летел по небу, когда серебристый корабль начал спускаться на нас. Меня несло сквозь большие деревья на огромной утренней паутине, а рядом со мной были друзья. Наши дни протекали всегда одинаково и приятно, и мы были счастливы. Но не менее счастливы мы были, увидев, как из космоса на нас падает серебристая ракета. Ибо это означало новый, хотя и вполне обдуманный поворот нити в нашем тканом узоре, и мы чувствовали, что сумеем приспособиться к этому рисунку, как миллионы лет приспосабливались к любым виткам и завиткам. Мы старая и мудрая раса. Одно время мы рассматривали возможность космических путешествий, но отказались от этой идеи, поскольку тогда совершенство, к которому каждый из нас стремился, оказалось бы разорванным в клочья, словно паутина в жестокую бурю. И стотысячелетняя философия прервалась бы как раз в тот момент, когда она принесла самый спелый и прекраснейший из своих плодов. Мы решили остаться здесь, в нашем мире дождей и джунглей, и жить себе мирно и свободно. Но теперь этот серебристый корабль, спустившийся с небес, заставлял нас волноваться в предчувствии тихого приключения. Ибо сюда прибыли путешественники с какой-то другой планеты, которые избрали путь, диаметрально противоположный нашему. Ночь, говорят, может многому научить день, а солнце, продолжают, может зажечь луну. И вот я и мои друзья, счастливо и плавно, как в сказочном сне, стали спускаться на поляну среди джунглей, где лежала серебристая капсула. Не могу не описать этот день. Огромные паутинные города сверкали от прохладных дождевых капель, деревья стояли омытые свежими струями падающей воды, и ярко светило солнце. Я только что разделил с другими сочную трапезу, отведал прекрасного вина жужжащей лесной пчелы, и теплая истома умерела мое волнение, делая его еще более сладостным. Однако странное дело. В то время как все мы числом около тысячи собрались вокруг корабля, всячески выказывая свое дружелюбие и доброжелательное отношение, корабль оставался неподвижным и наглухо запечатанным. Двери его не открылись. В какой-то момент мне показалось, будто в небольшом отверстии наверху мелькнуло какое-то существо, но, возможно, я ошибся. По какой-то причине, сказал я своим друзьям, обитатели прекрасного корабля не осмеливаются выйти наружу. Мы стали это обсуждать. Я решил, что, возможно, а природа существ из других миров вполне может отличаться от нашей, что, возможно, они почувствовали себя в подавляющем меньшинстве по сравнению с нашей гостеприимной делегацией. Это казалось маловероятным, но, тем не менее, я передал всем остальным это чувство относительно нас, и менее чем через секунду джунгли всколыхнулись. Гигантские золотые сети паутины задрожали, и я остался один возле корабля. После этого я одним махом приблизился к отверстию и громко вслух произнес. «Мы приветствуем вас в наших городах и на наших землях». Вскоре я с радостью заметил, что внутри корабля работают какие-то механизмы. Минуту спустя вход открылся. Но оттуда никто не вышел. Я дружелюбно позвал. Не обращая на меня внимания, существа внутри корабля вели какой-то оживленный разговор. Разумеется, я ничего не понял из сказанного, поскольку он велся на незнакомом языке, но сутью его были замешательства, некоторое раздражение и огромный, непонятный для меня страх. У меня прекрасная память. Я помню этот разговор, который ничего не значил и до сих пор ничего не значит для меня. В моем мозгу хранятся слова. «Мне стоит лишь вытащить их оттуда и передать вам». «Ты пойдешь наружу, Фриман». «Нет, ты». Потом следует нерешительное бормотание вперемешку с опасениями. Я уже готов был повторить свое дружеское приглашение, но тут одно из существ осторожно высунулось из корабля и замерло, глядя на меня снизу вверх. «Чудно. Это существо тряслось от смертельного страха. Это мгновенно обеспокоило и заинтриговало меня. Я не мог понять этой бессмысленной паники. Я, без сомнения, спокойный и благородный индивид. Этому гостю я не причинил никакого вреда. На самом деле, последнее вредоносное орудие прогремело над нашим миром давным-давно. И вот теперь это существо наставило на меня то, что, как я понял, было металлическим оружием и при этом дрожало. Я немедленно успокоил его. «Я твой друг», – сказал я и повторил, передав в качестве мысли эмоции. Я вложил в свой мысленный посыл теплоту, любовь, обещание долгой и счастливой жизни и послал все это гостю. Что ж, пусть он не откликнулся на произнесенное мной слово, зато явно отозвался на мой телепатический посыл. Он расслабился. «Хорошо», – услышал я его ответ. «Именно это слово он произнес. Я точно помню, ничего не значащее слово, но за этим символом мысли существа потеплели. Прошу прощения, но здесь я хочу описать моего гостя. Он был довольно мал ростом. На мой взгляд, не более метра восьмидесяти. Голова держалась на коротком стебельке. У него было всего четыре конечности, две из которых он, похоже, использовал исключительно для ходьбы. Остальные же две не использовались для передвижения вовсе, а всего лишь для того, чтобы держать предметы и жестикулировать. С невероятным изумлением я заметил отсутствие еще одной пары конечностей, столь необходимых для нас и столь полезных. Однако это существо, похоже, совершенно комфортно чувствовало себя в своем теле, так что я принял его как есть в том виде, в каком оно принимало самого себя». Это бледное, почти безволосое творение было наделено необычайнейшими по своей эстетике чертами, в особенности рот, а глаза были впалыми и, на удивление, выразительными, как полуденное море. В общем, это было странное существо, столь же занятное, как новое, захватывающее приключение. Оно бросало вызов моему пониманию вкуса и моей философии. Я мгновенно внес поправки. Вот какие мысли я передал своему новому другу. «Мы все твои отцы и все твои дети. Мы с радостью приглашаем тебя в наши великие древесные города, посвящаем в нашу соборную жизнь, в наши тихие обычаи и в наши мысли. Ты будешь спокойно ходить среди нас. Не надо бояться». Я услышал, как он воскликнул вслух. «Господи, это чудовищно! Двухметровый паук!» После этого с ним случился какой-то приступ, припадок. Изо рта хлынула жидкость, ужасная дрожь сотрясала его тело. Я почувствовал сострадание, жалость и грусть. Это бедное существо отчего-то почувствовало себя плохо. Оно упало. Его лицо, и без того белое, сделалось теперь совсем белым. Существо задыхалось и дрожало. Я двинулся к нему, чтобы помочь, но скорость, с какой я совершил это движение, почему-то встревожила тех, кто был внутри корабля, ибо как только я поднял упавшее существо, чтобы оказать ему помощь, внутренняя дверь корабля распахнулась. Оттуда выскочили другие существа, подобные моему другу. Они кричали в смятении страхи, размахивая серебристыми орудиями. «Он напал на Фримана! Не стреляй, идиот, ты попадешь в Фримана! Осторожней! Боже!» Таковы были их слова. Для меня они бессмысленны даже теперь, но я их понимаю. Однако в них я чувствовал страх. От него накалялся воздух. Он обжигал мой разум. Мой мозг очень быстро соображает. В мгновение ока я бросился вперед, положил существо, где оно лежало, в досягаемости остальных, и беззвучно удалился из их жизненного пространства, совершая мысленный посыл. Он ваш. Он мой друг. Вы все мои друзья. Все хорошо. Я помогу ему и вам, если смогу. Он болен. Позаботьтесь о нем как следует. Они стояли пораженные. В их мыслях царило изумление, смешанное с чем-то вроде шока. Они спрятали своего друга внутрь корабля и выглядывали наружу, таращась на меня снизу вверх. Я послал им свою дружбу, словно теплый морской ветерок. И улыбнулся. Затем я вернулся в город алмазных паутин, в наш прекрасный город, раскинувшийся меж высоких деревьев под солнцем в прохладных небесах. Начинал накрапывать новый дождь. Когда я добрался до дома, где жили мои дети и дети моих детей, откуда-то снизу, издалека, до меня донеслись слова, и я увидел, что существа стоят в дверях своего корабля и смотрят на меня. Слова их были такие. «Надо же, они дружелюбные...» «Дружелюбные пауки!» «Как это может быть?» В отличном расположении духа я принялся ткать этот ковер и этот рассказ, вплетая в него плоды диких лимонных слив, персиков и апельсинов, развешанных на золотых нитях паутины. Получился неплохой узор. «Прошла ночь. Прохладные капли дождя падали, омывая наши города и повисая на их нитях светлыми бриллиантами. Я сказал своим друзьям, пусть этот корабль лежит там сам по себе, пусть существа, которые на нем, привыкнут к нашему миру. В конце концов, они осмелятся выйти наружу, и мы подружимся. Их страх рассеется без следа, как рассеиваются любые страхи, когда вокруг любовь и дружеское тепло. Нашим двум культурам будет чему поучиться друг у друга. Им, молодым, и бесстрашно отправляющимся вглубь космоса в металлических зернышках, и нам, старым, спокойным, висящим в ночи на нитях своих городов, благодушно позволяя дождю капать на нас. Мы научим их философии ветра и звезд, поведаем, как растет трава и каково бывает полуденное небо, синее и теплое. Они, без сомнения, захотят об этом узнать, а они, в свою очередь, освежат наши представления рассказами о своей далекой планете, а, быть может, о своих войнах и конфликтах, чтобы напомнить нам о нашем собственном прошлом, которое мы, по общему согласию, выкинули в море как злую игрушку. Оставьте их в покое, друзья. Терпите. Через несколько дней все будет в порядке. Это, несомненно, любопытно. Я говорю о той атмосфере смятения и ужаса, которая неделю не рассеивалась над кораблем. Глядя из наших уютных древесных жилищ в небеса, мы снова и снова наблюдали, как эти существа таращатся на нас. Я перенесся разумом внутрь их корабля и услышал их разговоры, и хотя я не мог угадать их смысл, тем не менее мог уловить эмоциональное содержание. Пауки! Боже мой! Здоровенные! Твоя очередь идти наружу, Негли! Нет, только не я! Это случилось после полудня на седьмой день. Одно из существ отважилось выйти наружу в одиночку, без оружия, и позвало, чтобы я спустился. Я откликнулся и с теплым чувством и с добрым намерением послал ему дружеское приветствие. Спустя мгновение огромный, усыпанный жемчужинами город уже подрагивал, переливаясь на солнце у меня за спиной. Я стоял перед гостем. Я должен был это предвидеть. Он бросился бежать. Я резко остановился, не переставая посылать ему свои самые лучшие и добрые мысли. Он успокоился и вернулся. Я почувствовал, что между ними был какой-то спор, кому идти, и выбрали его. Не пугайся, подумал я. Я не пугаюсь, подумал он на моем языке. Тут пришла моя очередь удивляться, хотя удивление было приятным. Я выучил твой язык, сказал он вслух медленно, а глаза его безумно вращались и губы дрожали. С помощью машин. За неделю. Ты мне друг, правда? Конечно. Я немного присел, так чтобы мы оказались на одном уровне, глядя глаза в глаза. Нас разделяло около двух метров. Он продолжал осторожно отступать назад. Я улыбнулся. Чего ты боишься? Надеюсь, не меня? О, нет, нет, поспешно ответил он. Я слышал, как воздух пульсирует отбиение его сердца, как стук барабана, словно горячий шепот, торопливый и глубокий. В своем мозгу, не зная, что я могу прочитать эти мысли, он думал на нашем языке. Что ж, если меня убьют, команда недосчитается всего одного человека. Лучше потерять одного, чем всех. Убьют? Вскричал я в недоумении и изумлении, пораженный этой мыслью. Зачем в нашем мире уже сто тысяч лет никто не умирал от насилия? Прошу тебя, выкинь эти мысли из головы, мы будем друзьями. Существо мне поверило. Мы изучали тебя с помощью инструментов, телепатических машин, различных измерительных приборов, сказала оно. У вас здесь существует цивилизация? Как видишь, ответил я, «Твой коэффициент интеллекта», продолжало оно, «нас поразил. Насколько мы можем видеть и слышать, он превышает двести баллов». Высказывание было не совсем ясным, однако в нем я снова уловил тонкий юмор и в ответ мысленно послал ему радость и удовольствие. «Да», сказал я. «Я помощник капитана», сказала существо, по-своему изображая, как я понял, улыбку. Разница только в том, что оно улыбалось горизонтально, вместо того, чтобы растягивать рот вертикально, как делаем мы жители древесного города. «А где капитан?» спросил я. «Он болен», ответил помощник капитана. «Болен со дня нашего прибытия». «Мне бы хотелось повидаться с ним», сказал я. «Боюсь, это невозможно». «Мне жаль это слышать», сказал я. «Я мысленно перенесся внутрь корабля и увидел капитана. Он лежал на чем-то вроде кровати и бормотал. Он и впрямь был очень болен. Время от времени он вскрикивал, закрывал глаза и отмахивался от каких-то бредовых видений. «Боже, боже», повторял он на своем языке. «Ваш капитан чем-то напуган?» вежливо осведомился я. «Нет, нет, нет», нервно произнес помощник. «Просто неважно себя чувствует. Нам пришлось выбрать нового капитана, который потом выйдет. Он бы излево попятился. Что ж, до встречи». «Позволь мне показать тебе завтра наш город», предложил я. «Я всех приглашаю». Но пока он стоял передо мной, все то время, пока он стоял и разговаривал со мной, внутри его била ужасная дрожь. Дрожь, 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 дрожь. «Ты тоже болен?» спросил я. «Нет, нет», ответил он, повернулся и побежал внутрь корабля. Внутри корабля я почувствовал, ему стало очень плохо. В горьком недоумении я вернулся в наш небесный город, повисший средь деревьев. «Какие странные», думал я, «какие нервные эти пришельцы». В сумерки, когда я продолжил работу над своим сливово-апельсиновым ковром, снизу до меня долетело одно слово. «Паук». Но я сразу забыл о нем, потому что настала пора подняться на вершину города и ждать первого дуновения нового ветра с моря, сидеть там ночь напролет среди моих друзей, в тишине и покое, наслаждаясь ароматом и прелестью этого ветерка. Среди ночи я спросил у родительницы моих прекрасных детей, в чем же дело, почему они боятся, чего им боятся, разве я не являюсь существом, наделенным добротой, тонким умом и дружелюбным характером. Ответ был утвердительный. Тогда откуда эта дрожь, это болезненное отвращение, эти жестокие приступы? Быть может, это как-то связано с их наружностью, сказала жена. Я нахожу их необычными. Согласен. И странными. Да, конечно. И немного пугающими с виду. Глядя на них, я чувствую себя как-то неловко. Они так отличаются от нас. Подумай об этом хорошенько, рассмотри с точки зрения разума, и тогда подобные мысли исчезнут, сказал я. Это вопрос эстетики, просто мы привыкли к самим себе, у нас восемь ног, у них всего четыре, две из которых не используются как ноги вовсе. Необычные, странные, порой неприятные, да, но я сразу же внес поправки с помощью разума. Наши эстетические представления могут изменяться, а их, возможно, нет. Может быть, им не нравится, как мы выглядим. Я рассмеялся, услышав такое предположение, что пугаться всего лишь внешней видимости – ерунда. Конечно, ты прав. Наверное, тут что-то другое. Хотелось бы мне знать, сказал я, мне хотелось бы как-то их успокоить. Не думай об этом, сказала жена. Поднимается новый ветер. Слушай. На следующий день я взял нового капитана на прогулку по нашему городу. Мы разговаривали часами. Наши умы соприкоснулись. Он был врачевателем душ, разумным существом, менее разумным, чем мы, правда, но не стоит судить об этом предвзято. Я и в самом деле нашел его существом, обладающим острым умом, хорошим чувством юмора, немалыми познаниями и почти без предрассудков. Однако на протяжении всего дня, пока мы гуляли по нашему качающемуся у небесной пристани городу, я чувствовал его внутреннюю дрожь, но из вежливости я не стал снова поднимать эту тему. Время от времени новый капитан глотал горсть таблеток. Что это за таблетки? спросил я. От нервов, быстро ответил он, всего-навсего. Я носил его повсюду и, как мог часто, опускал его отдохнуть на какой-нибудь ветке дерева. Затем приходила пора отправляться дальше, и в первый раз, когда я прикоснулся к нему, он испуганно вздрогнул, а лицо его по-своему страшно исказилось. «Мы друзья, верно?» спросил я участливо. «Да, друзья. А что?» Он как будто впервые слышал меня. «Конечно. Друзья, вы прекрасная раса. Это замечательный город». Мы разговаривали об искусстве, о красоте, о времени, о дожде и о городе. Он не открывал глаз. Пока он не открывал глаз, мы прекрасно с ним ладили. Наш разговор привел его в волнение. Он смеялся и был счастлив, восхищался моим умом и остроумием. Странно, теперь я вспоминаю, что и я лучше чувствовал себя с ним, когда смотрел на небо, а не на него. Любопытное замечание. Он с закрытыми глазами рассуждающий о разуме, об истории, о прошедших войнах и о проблемах, и я живо ему отвечающий. Лишь когда он открыл глаза, в нем снова почти мгновенно появилась отчужденность. От этого мне стало грустно, по-видимому, ему тоже, потому что он сразу закрыл глаза и продолжил разговор, и через минуту наши прежние отношения восстановились. Его дрожь прошла. «Да», произнес он, не открывая глаз, «мы впрямь отличные друзья». «Счастлив это слышать», ответил я. Я отнес его обратно к кораблю, мы пожелали друг другу доброй ночи, только он опять дрожал и, вернувшись на корабль, не смог съесть свой ужин. Я знал это, поскольку разум мой был там. Я возвратился к своей семье, чувствуя воодушевление от проведенного с пользой для ума дня, которое, однако, было окрашено доселе неведомой мне печалью. Мой рассказ подходит к концу. Корабль пробыл с нами еще неделю. Я виделся с капитаном каждый день. Мы провели изумительные часы, беседуя, при этом он всегда отворачивал лицо или закрывал глаза. «Наши миры могли бы неплохо поладить», сказал он. Я согласился. Для великого духа дружбы нет преград. Я показывал город разным членам экипажа, но некоторых из них отчего-то настолько поражало увиденное, что я с извинениями возвращал их в шоковом состоянии обратно к космическому кораблю. Все они казались более худыми, чем когда приземлились, и всех их по ночам мучили кошмары. Поздно ночью, во тьме, эти кошмары доносились до меня удушливым облаком. Сейчас я опишу разговор между членами экипажа, которые я услышал, мысленно присутствуя на корабле в последнюю ночь. Я запомнил его слово в слово, благодаря моей невероятной памяти, и теперь пишу эти слова, которые не имеют для меня никакого смысла, но, возможно, когда-нибудь будут что-то значить для моих потомков. Быть может, я немного нездоров, по какой-то причине я чувствую себя сегодня не совсем счастливо, ибо этот корабль внизу по-прежнему наполнен мыслями о смерти и ужасном. Не знаю, что принесет с собой завтрашний день, но я, разумеется, не верю, что эти существа имеют намерение причинить нам вред, несмотря на их мысли столь мучительные и путанные. Тем не менее, я запечатлею этот разговор в узорах ковра на случай, если произойдет что-нибудь невероятное. Я спрячу этот ковер в лесу в глубокой могиле, чтобы сохранить его для потомков. Итак, вот каким был этот разговор. «Как мы поступим, капитан? С ними? С этими? С пауками, с пауками. Как мы поступим?» «Не знаю. Господи, я уже много думал об этом. Они настроены дружелюбно. Они обладают совершенным разумом. Они добрые. У них нет никакого злого умысла. Уверен, если мы захотим переселиться сюда, использовать их ископаемые, плавать по их морям, летать в их небе, они примут нас с любовью и милосердием. Мы все согласны, капитан. Но когда я думаю о том, чтобы привезти сюда жену и детей... По его телу пробежала дрожь. Этого никогда не будет. Никогда. Дрожь побежала по телам. Я не могу представить, что завтра мне снова придется выйти наружу. Еще один день в обществе этих тварей я не выдержу. Помнится, когда я был мальчишкой этих пауков сарая... Господи! Но мы же мужчины, а? Здоровые мужики! Нам что, слабо? Мы что, струсили? Не в этом дело. Это же инстинкт. Эстетические представления зови как хочешь. Вот ты лично пойдешь завтра говорить с этим большим, с этим волосатым гигантом с восьмью ногами, с этой махиной. Нет, капитан все еще не может оправиться от шока. Никто из нас не притрагивался к еде. Что же будет с нашими детьми, с нашими женами, если даже мы такие слабаки? Но эти пауки хорошие, они добрые, они великодушные, они обладают всем, чего нам никогда не достичь. Они любят всех и каждого, они любят нас, они предлагают нам помощь, они разрешают нам войти в их мир. И мы должны войти в него, по многим веским причинам, коммерческим и всем остальным. Они наши друзья, о боже, да! И снова дрожь, дрожь, дрожь. Но у нас с ними никогда ничего не выйдет, просто они не люди. И вот я здесь, в ночном небе, передо мной почти законченный ковер. Я с нетерпением жду, когда придут все эти добрые существа, которые находятся сейчас в таком смятении и непонятной тревоге, но со временем научатся любить и быть любимыми, научатся жить с нами и быть нам добрыми друзьями. Завтра мы с капитаном, я надеюсь, будем говорить о дожде, о небе, о цветах и о том, как это здорово, когда два существа понимают друг друга. Мой ковер готов. Я заканчиваю его последней цитатой на их языке, произнесенной голосами людей в корабле. Голосами, которые доносят до меня ветер синей ночи. Голоса эти звучали уже спокойнее, словно смирившись с обстоятельствами, в них больше не было страха. Вот конец моей истории. Так вы решили, капитан? Нам остается только одно решение, сэр. Да, только одно возможное решение. Он не ядовитый, сказала жена. Все равно. Муж вскочил с места, занес ногу и весь дрожа трижды топнул по ковру. Он стоял и смотрел на мокрое пятно на полу. Его дрожь прошла. Рэй Брэдбери «Дело вкуса» Читал Владимир Коваленко Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы, можно подписавшись на Бусти или Патреоне, ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.